Приветствую всех дорогие друзья. В сегодняшнем ролике хочу поделиться с вами результатами от замены термопрокладок с Arctic Thermal Pad на Thermal Ride Extreme Odyssey Thermal Pad. Результаты мне показались довольно интересными и неожиданными. Эксперимент проводим на привычной RTX 3080, MSI Gaming X3O. Напомню, что у меня на канале уже есть два ролика, посвященных доработке штатной системы охлаждения. В первом ролике я поменял штатные термопрокладки на термопрокладке Arctic, что дало очень хорошее снижение температур на чипах памяти порядка 12 градусов, особенно во время майнинга, но добавило немного температуры на чипе видеокарты. Видеокарты порядка 2 градусов при майнинге и 5 градусов при прожиге в MSI Combustor. Во втором ролике был раскрыт вопрос о целесообразности замены термопрокладок на бэкплейте карты. Результаты были достаточно интересными. Если вы не видели эти ролики, рекомендую перейти по отображаемой сверху ссылке. Посмотрите, оцените, выскажите свое мнение. Спасибо. Ну а теперь давайте вернемся к теме актуального ролика «Смена одних термопрокладок от Arctic на термопрокладке Thermal Ride». Изначально перед проведением эксперимента мне было интересно, есть ли смысл покупать существенно более дорогие термопрокладки. Производители изделий заявляют о существенной разнице в теплопроводности. У Arctic коэффициент теплопроводности составляет 6 Вт на метр Кельвина, а у Thermal Ride 12. Давайте проверим на деле, а не на словах, есть ли в этих заявлениях доля правды или это чистой воды маркетинговой уловки. Для понимания каким коэффициентом теплопроводности обладает тот или иной материал. Для наглядности я взял информацию из Википедии. Вот перед вами таблица, по которой можно понять, какому материалу соответствует какой коэффициент. В середине приведенного списка, выделенной зеленым цветом, мы можем видеть среднее значение для высокоэффективных термопаст. Оно составляет от 5 до 12 единиц. Для сравнения вверху списка можно видеть привычную нам медь, из которой сделано основание большинства радиаторов, охлаждения видеокарты и процессоров. Коэффициент теплопроводности меди составляет 400 единиц. Как говорится, почувствуйте разницу. Надо понимать, насколько важно, чтобы был не только высокий коэффициент теплопроводности, но и как можно более тонкий слой или толщина теплопроводящего материала. Никакая термопрокладка не сравнится с термопастой, хотя бы по этой самой причине, так как она существенно большей толщины. Давайте начнем. Подробный разбор я не буду показывать, вы можете посмотреть первое видео с разбором карты во всех подробностях. Добравшись до проклада картик, которые были установлены вместо оригинальных всего неделю назад, я удивился насколько затвердевшими и хрупкими они оказались, по сравнению с оригинальными, которые простояли три месяца и снялись без проблем и разрывов, хотя и эффективность отвода тепла прокладок от Арктик оказалась существенно лучше. Прокладки от Арктик невозможно использовать повторно, они приходят в полную негодность. Не забываем обезжирить радиатор, так как прокладки выделяют силикон во время своей изнурительной работы. Ну и устанавливаем новые прокладки. На ощупь они гораздо более податливые, мягкие и не так комфортно ложатся на чип. Но это мелочь, главное чтобы наши труды и потраченные деньги окупились хоть каким-то положительным результатом. Собрав все воедино, прогоняем знакомые нам тесты. Результаты всех тестов будут сведены в единую таблицу для наглядности. Можете сразу перейти по таймкоду, если интересны только тесты. Первый тест представляет из себя ночной режим майнинга с пониженной производительностью. Эта вынужденная мера была при штатных прокладках, так как температура порой переваливала за 100 градусов на чипах памяти. Пауэрлимит 57. Частота ограничена кривой на 800 МГц. Частота памяти минус 500 МГц. Вентиляторы установлены на 1330 оборотов в минуту. Производительность при таких характеристиках 77 МГХ, 183 Вт с карты. Второй тест это нормальный дневной режим так называемый майнинга. Опять же, эта условность была при штатных прокладках. Пауэрлимит 80, частота чипа 1200, память минус 400, вентилятор 1750. Производительность 82 МГХ, 192 Вт потребления. Оговорюсь, что с прокладками Arctic такого понижения при обычном майнинге не требуется. Можно не только даунклокать карту, но и разгонять ее по полной и использовать уже в адекватных режимах. Третий тест. Так называемый тест полной производительности для майнинга. Опять же, это было характерно во время стоковых прокладок. Сравниваю с этими значениями для наглядности, чтобы можно было получить полную информацию при переходе с оригинала на другие термопрокладки. Пауэль 72, чип 1200, память в нулях, обороты 2000. Получаем 87 МГХ, 200 Вт потребления. Это максимум, что можно было получить на стоковом биосе на MSI Trio. Четвертый тест. Прожиг карты под MSI Combustor, который показывает максимально жесткие условия в играх. Тут все в стоке. PL100, Core 0, память 0, вентилятор 1850 оборотов. И последний тест. Максимально возможный. Майнинг 24 на 7, уже с прошитым биосом от Supreme. Power Limit 109, Core 1200 заблокирован, память плюс 900, можно поставить 1100, но у меня не прибавляет хэшей. Обороты вентилятора 1650. Потребление 212 Вт карты и производительность 97 МГХ. Итак, итоговая таблица результатов, где наглядно можно оценить показания и дать оценку проделанной работе. Поставьте на паузу, чтобы рассмотреть. Честно признаюсь, что в начале проведения теста я был настроен достаточно скептически и предполагал, что результаты будут на уровне погрешности. Но нет, к моему удивлению прокладки от Thermalright прилично производительнее и лучше отводят тепло на 4-6 градусов лучше Арктик в майнинге, что позволяет майнить при полном возможном разгоне, оставаться в пределах абсолютно адекватных 82 градусов на чипах памяти и иметь при этом тихую систему охлаждения с 1650 оборотами. С оригинальными прокладками разница получается и вовсе 16-18, по 20 градусов. Но стоит упомянуть, что ничего не дается бесплатно и можно заметить некий рост температуры на чипе при прожиге в комбастере. Но максимальное значение температуры в 69 градусов на чипе не является чем-то страшным при прожиге и запаса по охлаждению там еще хватает. Друзья, спасибо за внимание, всем надеюсь информация оказалась полезной. Буду рад любой оценке, конструктивной критике. Пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо. Пока.